Всем привет! Блокпост начинает работать! Рубрика Хобби Часть Всем привет! Итак, мы продолжаем серию сюжетов, посвященных сборке полка. Полк у нас открашен, и перед тем, как ему перебираться на постоянное место жительства на полковые базы, знаменосец требует знамя. Знамей-то нет. Вот сегодня мы и будем изготавливать знамя, точнее я расскажу, как я это делаю. Опять, наверное, пойду не самым легким, не самым быстрым путем, но мне эта технология нравится. Итак, знамя из тряпочки. Для древка я обычно не использую пластиковую или деревянную основу, потому что это очень ломкие, хрупкие материалы. А ремонтировать знамя довольно непросто. Я использую проволоку. Опять же, в таких случаях рекомендую, ну как, общепринято среди варгеймеров, использовать канцелярские скрепки. Мол, дешево и сердито. Согласен, дешево, но не очень сердито, потому что я не умею выгибать ее ровно. А волнистое древко для знамени выглядит не очень хорошо. Я использую проволоку. Вот такую проволоку. Это мой выбор. Сейчас объясню, что и почему. Это проволока, которая находится внутри гофрированных труб, используемых для прокладки кабелей и прочего. Почему это проволока? Потому что, во-первых, материал бросовый. После использования гофрированной трубы эту проволоку просто выкидывают. Вот после очередного ремонта нашей организации я себе и подобрал такой моточек, которого мне хватит, я думаю, на ближайшие лет цать. Чем эта проволока хороша? Проволока эта хороша тем, что она достаточно ровная, и при этом ее легко достаточно выровнять окончательно, потому что она в пальцах хорошо гнется пальцами. При этом она не скажешь, что сильно мягкая, она довольно-таки упругая. И это позволяет надеяться, что материал будет держать форму. При этом она довольно легко обрабатывается. То есть она откусывается кусачками хорошо, обрабатывается надфилем прекрасно. Так вот, 7,5 над ревком. 7,5. Видите, буквально на одно, что называется, движение оно у нас откусилось. Так, значит, придаем ровную форму, еще ее поправим по ходу дела. Так, теперь что мы сделаем? Один из кончиков древка мы заплющим и сделаем из него некое подобие копейного древка, такое знаменное навершие. Знаменное навершие. Это используем кусачки. Так, заплющим. Проволока прекрасно плющится, никаких наковаленок не требуется здесь. И далее надфилем придадим относительно плоскую поверхность наконечнику. Можно даже подзаострить немножко. Вот так я обычно делаю копья. И с этой проволоки я делаю копья, дротики. Вот, нижний конец закруглим, чтобы она тут не мешала нам. Проволока прекрасно грунтуется, замечательно красится акриловыми красками. В общем, чудо, а не материал. Конечно, подобное копьецов фирменное можно и купить, но зачем покупать, если на все уходит 2 минуты работы. Ну, я, по крайней мере, думаю так. В общем, древко мы сделали. Переходим к полотнищу. Для того, чтобы изготовить знамя из тряпочки, нам нужна тряпочка. Собственно говоря, раздобыв я в свое время где-то такую достаточно большую чистую тряпочку, то ли простыня эта бывшая, в общем, хорошего такого мелкого плетения подходящего, я это дело сложил в специальную емкость, контейнер, и вам рекомендую. Почему? Потому что пыль, пыль, бич, варгеймеров. Вот, а тряпочки грязные, это не наш выбор. Значит, размер полотнища, да примерно, на глазок. Вот на глазок, вот такая вот ленточка у меня есть, хорошая ленточка, нормально, берем. Сейчас все эти лишние ниточки мы отсюда сдернем, уберем. Так, значит, примерно, примерно, не было же регламентированного размера полотнища и знамен в 17 веке. Так, ну вот это мы, наверное, слегка оторвем, нам не нужно. Вот такое полотнище. Оставляем немножко еще материала на то, чтобы обернуть вокруг древка. Смотрите, можно, можно все аккуратненько обстричь, и получится ровный край. Вот, но я этого не сделаю, потому что все шведские полки у меня имеют знамена с бахрому. И вот это будет отображать бахрому. Собственно говоря, здесь несколько ниточек еще выдернем, чтобы бахрамистость была побольше. Так как мы флаг будем проклеивать ПВА, то бояться, что он дальше будет расползаться, он никуда не расползется, флаг. Вот здесь у нас будет древко, а это вот три края будут какие-то бахромчатые. Ну и здесь полотнище и рисунок. Так, теперь начинаем приводить вот это полотнище в нужный нам проклеенный вид. Ну давайте для начала все-таки промеряем этот флаг, чтобы мало ли, кому может интересно, это будет важно. Пять сантиметров в длину и три с половиной по краю бахромы в ширину. Вот примерно такой флаг достаточно. Так, берем древком, значит, прикладываем примерно. Ну что мы делаем дальше? Берем суперклей, гелевый лучше, лучше гелевый. Так, наносим на древко требуемую полосочку. Так, не люблю этот клей, надеваться некуда, потому что металл клеит он, а не ПВА. Так, вот так мы положили, пусть несколько секунд поприсохнет. Сейчас мы намажем с другой стороны древком и обернем флаг, и он намертво, в общем-то, приклеится. Потом еще ПВА сверху пройдем и будет просто как родное, что называется, не оторвать. Так, ну что, уже приклеилось, да? В общем, приклеилось. Вот это самая тонкая часть операции, потому что здесь не очень хорошо это все бывает. Иногда бывает, отпадает полотнище от древка. А так, в принципе, ничего сложного-то ведь нету. Ничего сложного-то нету. Ну и пальцы, конечно, будут у вас, как всегда, проклеены. Это уж неизбежная вещь. Вот, сегодня хорошо, чистенько получилось на камеру. Так, вот как-то так. Можно, конечно, еще туда слойчик раз, допустим, и еще туда отправить немножечко. А что бы нет, допустим. Так. Понавернуть, что называется. Сейчас. Давайте еще. Ай, тут уже пальцы все в клею, ненавижу. Вот как-то так. Слишком-то много наворачивать ни к чему, но вот так вот вполне достаточно. Все. База под флаг у нас с вами получилась. В чем моя ошибка? Я вот этот наконечник-то замотал, но ничего. Тут, в общем и целом, хорошо. Вот, флаг, основа уже готова. Теперь все будем покрывать ПВА. Так, начнем мы с чего? Начнем мы с того, что я не делаю. Я обычно не использую вот такой вот ПВА канцелярский, потому что он достаточно жидкий, сухой, слишком жидкий и дает мало клеящего слоя. Я беру вот такой вот клей. Супер клей ПВА. Столярный такой ПВА. В общем, густой клей. Вот, ну и таким образом используем. Значит, здесь для первого этапа нам нужна кисточка. Опять же, кисточка, которую вам не жалко. Вот я слегка ее смочил водой. Так, поддел немножко ПВА. И пошел проклеивать это дело. Вообще-то, дорогие мои, если у вас на знамени предполагается очень сложный рисунок, то сначала нужно нарисовать этот самый рисунок. Но так как у меня рисунок будет очень простой на этом знамени для шведского полка, то я его нарисую потом поверх. Потому что он простой, элементарный. Там три стрелы на желтом поле. Вот. А если вы там планируете каких-то там львов рисовать, орлов и так далее, то, конечно, надо сначала рисунок нарисовать, а уж потом ПВА накладывать. Ну, тут все зависит от вашего желания. А может быть, вы посчитаете, что удобнее все-таки потом. Дело-то в чем? Дело в том, что когда мы промажем ПВА все, мы придадим флагу некоторые изгибы. А уже рисовать сложные рисунки по изогнутому застывшему полотнищу довольно-таки непросто. Поэтому я и говорю вам, если у вас рисунок сложный, вы его нарисуйте сразу. А так как у меня будет простой рисунок, то я его по любому изогнутому полотнищу нарисую, не вопрос. Видите, если немножко кисточку смачивать водой, то густой ПВА наносится легче, лучше впитывается он. Опять же, слишком много воды не усердствуйте, иначе флаг будет очень долго сохнуть. Хотя все равно он сохнутый будет долго. Опять же, оборотно, у ПВА, как говорят, наше достоинство, приложение наших недостатков. У ПВА есть достоинство, но он не сохнет очень быстро. Но это же и недостаток. Потому что если нам нужно, например, сделать флаг с какими-то, ну не знаю, какой-то изогнутой формы, вот, например, такой, допустим, развивающийся на ветру, как это сделаешь? Значит, надо как-то нам приложить какую-то основу. Ну вот, например, я использую для основы нож. А что бы нет, он пластиковый, хороший. Так, значит, мы здесь создадим некий загиб для флага. Опять же, слишком-то сильно флаги-то не изгибайте, не нужно. Так, ну, допустим, как-то вот так, да? Вот так. Вот как-то так. И будет он у нас вот такой вот красивый, высохший в виде. Вот так он будет идти у нас, да? Вот, для этого пусть он на этом самом, на этом самом ноже и посохнет. Чем хорош ПВА? Он же всё равно не приклеится к пластиковой ручке. Мы потом аккуратно снимем, и всё. Знамя наше будет, в принципе, готово. Готово. Так, теперь начинается этап, который требует времени. Это сушка знамени. И чем меньше вы смочили своё знамя, тем быстрее оно у вас высохнет. Вот я промочил изрядно, поэтому, судя по всему, будет у меня оно сохнуть долго. Ещё один нюанс. Когда клей начнёт подсыхать, он ещё будет влажный, но подсыхать, можно придать дополнительные изгибы и заломы, и они уже будут держаться лучше. Вот пока я придам только основную волну, вот эту вот, вот так, да? А вот здесь кончик знамени чуть попозже отогну, когда клей начнёт подсыхать. Потому что пока он слишком жидкий, он не схватится. Вот пока как-то так. Прошла весна, настало лето. Ну, имеется в виду, прошла некоторая пауза. И вот мы получаем результат. Засохший клей. Какой стук-то. Прям реально тонкий пластик. Значит, я здесь подложил, видите, шило, чтобы придать некоторый излом. Вот так аккуратненько мы убираем. Даже ещё немножко можно поизогнуть. Столь же аккуратненько. Так, столь же аккуратненько мы сейчас снимем это всё с ручки ножа. Так вот. Вот так. Опа! Хоп! Красота! Тра-ля-ля! Три рубля. Вот, даже блестящий. Ну, этот блеск мы весь уберём, сейчас будем красить. Итак, у нас получается прекрасно изломанное знамя, развивающееся на ветру. Так. И пришло время финального аккорда, то есть покраски. Ну, вот по моим предварительным прикидкам, вот эти цвета нам будут нужны для того, чтобы раскрасить знамя. Ну, всё, что у меня есть. Ладога, звезда, металлик есть золотой. Начнём. Так, для начала мы наносим рисунок. Значит, рисунок у меня будет простой. На знамени три стрелы вертикальные. Ну, вот так это, по крайней мере, на большинстве артов изображено. Ну, примерно так у нас это и будет. Стрелы, ну, простые очень. Я как-то раз пробовал рисовать ручкой. Ручкой, ну, всё обычно, шариковая. Оно, конечно, ей лучше, ну, как ярче рисунок получается. Ну, блин, то ли краски у меня неправильные, то ли ещё что неправильное. Но потом и этот контур ручечный так, в общем, по большому счёту до конца закрасить-то и не мог. А это плохо. У нас же всё-таки идёт некая имитация подлинного рисунка. Видите, две стрелы хорошо легли, а треть эта пошла на изломе. Ну, с другой стороны, а что делать? Кому легко. Конечно, надо бы рисунок-то сначала нарисовать, а уж потом все эти изломы делать. Ну, ладно. Умнее буду. Каждое нарисованное знамя – это суть опыт. Опыт, который, как известно, сын ошибок трудных. Начнём с чёрного. Я всё-таки хочу чёрную стрелу нарисовать, а потом уже по центру вывести белый цвет. Значит, для... Ну, чёрный у меня вот есть звездовский. Попробуем им покрасить. Попробуем им покрасить. Так, значит, я надеюсь, что оно будет проглядывать всё-таки через... Материал. И, в общем и целом, в общем и целом, даст нам возможность на той стороне, в этом же месте, нарисовать рисунок. Очень важно всё-таки, чтобы знамя, ну как, совпадал вот этот рисунок с двух сторон. Это, конечно, не критично, но как-то некрасиво, если рисунок не совпадает. Ну, это моё личное мнение. Так, стрелу мы нарисовали. Переворачиваем. Опа! Что? Да видно здесь всё. Ну, видно и хорошо. Давайте прямо по-видному-то и нарисуем. А почему бы нет? Хоп! Вот так будет идти, наконец, это самое древко. Так, вот так вот. Я не знаю, видно вам там или нет, но мне так очень даже и неплохо всё это видно. Вот такой вот чёрный контур стрелы. А в центр мы белым занесём, а само поле будет, ну, жёлтым. Нанесём сначала базовый цвет на знамя этого хрузового действия. Вот так дальше все три стрелы и знамя. Я решил подробно не останавливаться на покрасе знамени. Тут уж у каждого свои приёмы, у каждого своё умение, мастерство. Вот я покрасил так. Чем вообще хорошо знамя на ткани по сравнению с бумажным знаменем? И складки здесь делать легче. И высветление, если вы мастер в них, делать удобнее. И текстуру материала не надо каким-то образом показывать. Она и так есть. Ниточки видно, это ткань, это реально живой материал. Он тёплый, он ламповый. И он создаёт некое... добавляет некого реализма собранному подразделению. Ну, всё это, конечно, на мой взгляд. А так, конечно, распечатать флаг бумажный намного быстрее, чем сделать это. Но и тут особенно-то много времени вы не потратите. Я считаю так. Если ты тратишь, жалеешь, извините, время на хобби, то, наверное, это хобби всё-таки не твоё. Потому что чего же на него жалеть-то? Это часть нашей жизни, в которой мы отдыхаем и набираемся положительных эмоций. Ну, а теперь мы переходим к следующей части моего рассказа о сборке полка. Это командные подставки и как на них закрепить солдатиков. Ну, это уже следующая история. А пока всем спасибо за внимание. Надеюсь, что-то интересное для себя вы увидели. Всего доброго.